Но мы все-таки изучаем одну полезную формулу, я еще раз ее воспроизведу, значит, синус 2 альфа, то есть я ее вот списываю, она тут с галочкой из справочных материалов, синус 2 альфа равен 2 синус альфа на косинус альфа. Единственное, никогда или почти никогда не будет прямого такого применения, ну, на самом деле оно будет, но вот скорее в 12-й задачке, а здесь вот написано, ну, 2 альфа есть, но это косинус, это другая формула, а вот в числителе синус 4 альфа. Вот пользуемся этой формулой, каким образом? Выделяем двойку из четверки и говорим, синус 2 умноженное, и то, что остается, 2 альфа. И вот эта скобка, это наша новая альфа как бы. То есть я понимаю по этой формуле, что это 2 синус 2 альфа на косинус 2 альфа. Ну и все, точки какие-то лишние. Значит, подставляем это теперь в то, что у нас тут есть. Значит, 2 вместо синуса 4 альфа подставляю то, что у нас получилось. 2, то есть вот это вот сюда. 2 на синус 2 альфа и на косинус 2 альфа, деленное на 5 косинус 2 альфа. И косинус 2 альфа у меня просто сокращается. И получается 4 пятых синус 2 альфа. А как раз синус 2 альфа мне дан. То есть обратим внимание, что в этом типе нет интервала, который позволял бы тебе определить знак, потому что не нужно искать косинус. То есть именно поэтому этого интервала они не дают. Хорошо, на самом деле, что не дают, а то дали бы и кто-то бы начал косинус искать. Не нужно это. Значит, 4 пятых умноженное на минус 0,7. Ну, опа. А, окей. Это зум. Я думал, это нас выкинуло. Значит, минус 0,7. Ну, это минус 4 на 7 на 5 на 10. Минус 28,5. Значит, минус 0,56. Минус 0,56. Это ям а2 умножил. Минус 0,56. Все, это ответ минус 0,56.